Адильжан Бесимбаев – электрик со стажем. Он участвовал в возведении не одного десятка жилых домов. Но свое последнее место работы «Октюбинец» запомнит надолго. А ведь начиналось все как обычно. Адильжану позвонил бригадир и предложил приехать на стройку. Работали электрики в третьем микрорайоне Нур-Октюбе. Там они и провели электричество в 80-квартирную пятиэтажку. Всю работу шесть человек прошлой зимой выполнили на совесть. Но честно заработанных денег до сих пор не увидели. Я электрик. Я в третьем микрорайоне провел электромонтаж со своей бригадой шесть человек. Где-то 80 квартир. В декабре 2021 года начали. До сих пор деньги, 700 тысяч денег не дают уже. Почти год прошло. Что говорят? Каждый день завтра, послезавтра вот так уже. Десять месяцев прошло, деньги не дают. Заплатить завтра рабочим обещали год назад. Сейчас задолженность работодателя, а именно фирмы-субподрядчика Азамат ЛТД, перед бригадой строителей составляет более 700 тысяч тенге. У нас есть семьи, ответственность перед детьми, кредиты в конце концов. Ждем честно заработанные деньги почти год. Каждый день нам руководитель компании Азамат ЛТД обещает их выплатить. Он утверждает, что главным подрядчиком является фирма Ахтубе Саулет. Якобы они не выплачивают деньги, все договоры, которые мы заключили по работе, у нас имеются. В общем, дальше обещание, дело не двигается. Сегодня терпение электриков лопнуло, и они наведались в офис фирмы-подрядчика Ахтубе Саулет. Здесь им не были рады. Руководителя Азамата Женгиреева не оказалось на месте. Главный бухгалтер, вышедший к возмущенным мужчинам, как оказалось в курсе проблемы. Но все вопросы попросила адресовать руководителю. Теперь обманутые строители намерены обратиться в Государственную инспекцию труда, суд и другие надзорные органы. Это дает людям шанс получить честно заработанные деньги и добиться справедливого наказания для нечистоплотного работодателя.